Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Вопросы ремонта автомобильных дорог, водопроводных сетей, строительства домов культуры, фельдшерско-акушерских пунктов и не только жители республики смогли задать сегодня лично главе Крачево-Черкесии Рашиду Тимрезову все подробности у Александра Коваленко. С просьбой о содействии в строительстве новых водопроводных сетей в ауле Кубина к Рашиду Тимрезову обратился житель аула Муаэт Лагучев. У нас водоснабжение сделано на 1744 метра. Водоснабжение сегодня действует и работает. Но еще половина этой территории нет у нас воды. Вопрос системы водоснабжения Кубины будет разрешен в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», отметил министр сельского хозяйства республики Анзор Баташев. Я сам возьму на контроль. И там не такой большой объем в случае финансирования, что до конца года мы этот вопрос решим. Рашид Тимрезов дал поручение представителям соответствующих ведомств решить вопрос с водоснабжением и в ауле Кунхалк. Уже в 2021 году начнется замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 7 километров. Со словами благодарности за то, что в хуторе Ильич Зеленчукского района строится спортивная площадка, главе республики обратилась Люаза Лепшокова. Она также озвучила просьбу односельчан о строительстве нового фельдшерско-акушерского пункта, который находится в аварийном состоянии. Министр строительства ЖКХ республики Евгений Гордиенко пояснил, до 1 июля 2021 года в рамках реализации нацпроекта здравоохранения запланировано строительство нового ФАПа. В селах Первомайская и Дружба появятся новые дома культуры. Там у нас территория, там у нас и спорткомплекс, и детский садик, и парковую зону мы там планировали сделать и планировали. Вопрос об оказании содействия в благоустройстве общественной парковой зоны в ауле Кошхабль главе республики от имени всех аульчан озвучила Фатима Аргунова. Я из главы района разговаривал, тоже там всячески поддерживают. Я думаю, что нам надо, Евгений Александрович, в следующем году начать и сделать такую парковую зону. А с какой стороны? Вот если я с Черкесской едем по Хабикова, куда? В сторону школы? Дальше школы, в конце аула, около здания сельского населения. Вот там вот парк, вот типа парка там уже что-то имеется, площадь там позволяет. Так, к концу 2021 года по федеральному проекту формирования комфортной городской среды планируют сдать объект в эксплуатацию, пояснил министр строительства ЖКХ республики Евгений Гордиенко. Жительница Черкеска озвучила Рашиду Темрезову наболевшую проблему жителей многоэтажного дома, а особенно жильцов пятых этажей, которая обостряется в период осадков. Ремонт кровли в доме, расположенном в городе Черкесске по улице Революционной 3, просто необходим. На следующий год, и даже денежки есть на это. Вот до конца следующего года они обещают крышу вам перекрыть. Но они всегда страхуются до конца следующего года. Они не будут же в октябре крышу делать, когда дожди идут. Молодимся. То есть, я так думаю, что они к первому, к 15 октября. Мы будем ждать и надеяться. Также в 2021 году продолжится капитальный ремонт трасс Зеленчукская, Курджинова и Исправная Старожевая. А до конца текущего года компания курортов Северного Кавказа запланировала сделать прогулочную зону от Романтика к Лунной Поляне. Александра Коваленко, Заур Лиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Вести из Оперштаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 6546 человек. Из них 4735 выздоровели, госпитализированы 330 пациентов. В Адагихавльском районе с середины августа отмечается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день зарегистрировано около 180 заболевших COVID-19. Об эпидемиологической ситуации и предпринимаемых мерах репортаж Алихан Лепшокова. На сегодняшний день ситуация в Адагихавльском районе серьезная, но не критическая, отмечают медики. На данный момент 84 человека находятся под наблюдением, так как они являются контактными. 11 больных находятся на стационарном лечении. Исполняющий обязанности главного врача Адагихавльской центральной районной больницы Евгения Бесокаева подчеркнула, что пациенты проходят полное лечение под пристальным наблюдением медработников. У нас на сегодняшний день нет затруднений в смысле анализов мозгов, потом направления больных коронавирусной инфекцией и подозрительных на инфекцию, на КТ, на госпитализацию. То, что мы наблюдали в первой волне, немножко было, может, это зависело от того, что было больше больных, или, ну, организация, может быть, недостаточная была. А вот сейчас легко в том смысле, что мы в день направляем мозгов, вот, в наш район, 50 мозгов в день. С августа выздоровели 32 человека. Сейчас ежедневно на дом выезжает терапевт и берет тесты. Медицинское учреждение обеспечено всем необходимым – сизами и лекарствами. Врачи ведут прием пациентов и дают назначение. Для нас очень важно выявлять болезнь на ранней стадии, чтобы оказать необходимую помощь, отмечают медработники. Наш рабочий день начинается с того, что бригада выезжает в качестве двух медсестер на заборы мазков. Повторные, первичные. Сначала повторных забирают, потом первичных. После этого я сижу на приеме примерно до 12 часов. Принимаю первых, кто обратился. После часа где-то я выезжаю сама как врач. Уже смотрю тех положительных и тех, у кого впервые появилась температура. Работники медучреждения призывают граждан соблюдать все меры предосторожности. А тем, кто имеет признаки заболевания, незамедлительно обращаться в больницу. Так как именно вовремя оказанная помощь может спасти жизнь человека. Телеканал «Россия-1» и «Радио России» готовят горячую линию с министром здравоохранения Карачаева-Черкесии Казимом Шамановым. Тема специального выпуска «Что ожидать от второй волны коронавируса?» Вопросы министру можно задать по телефону горячей линии и в инстаграме на официальной странице «Вести Карачаева-Черкесия». Куда делась критика из социальных сетей в адрес Министерства здравоохранения Карачаева-Черкесии? Врачами все вдруг стали довольны? Или критика была громогласной беспочвенной? В интернете сейчас тишина. Врачи обращаются к вам с просьбой сидеть дома. Ради вас они будут работать сутками. А будет ли так тихо во вторую волну коронавируса? Министр здравоохранения Карачаева-Черкесии Казим Шаманов обращается к зрителям телеканала «Россия-1» и слушателям «Радио России». С просьбой обсудить здоровье народа. Звоните нам по телефону 220250 и задавайте вопросы. Конечно же, главная тема – это коронавирус. Но и другие болезни никто не отменял. Ковид увеличивает сахар сразу. До 24 у нас пациенты попадали в больницу. Эфир с министром Казимом Шамановым состоится на телеканале «Россия-1» в эту пятницу в 9.15 утра. Руслан Курхмазов, «Вести Карачаева-Черкесия». Сейчас настало время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. Руслан Курхмазов, «Вести Карачаево-Черкесии» вечером и во второй половине дня в горах кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-11, днем 22-27. В горах ночью до плюс 5, а днем до плюс 17. В центральных и местами в южных районах высокая пожароопасность. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 9-11, днем 25-27 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. В Архизе, в районе Софийских водопадов, машина с шестью туристами сорвалась в Горный каньон. При помощи альпинистского снаряжения спасатели подняли всех туристов и передали их сотрудникам скорой помощи. Один пострадавший в тяжелом состоянии сейчас находится в больнице. Отделение пенсионного фонда по Крачаево-Черкесии напоминает семьям с детьми, имеющим право на выплаты, введенные в период пандемии и ранее не обратившимися за ними, подать заявление до 1 октября. 30 сентября текущего года крайний день подачи заявлений на ежемесячные и единовременные выплаты. Те семьи, которые не осуществили подачу заявления, что это нужно сделать до 30 сентября, обратиться можно с заявлением через портал государственных услуг, подав соответствующий вид заявления, через МФЦ или через пенсионный фонд по месту жительства. Следует, наверное, напомнить, каких это выплат касается. Это прежде всего ежемесячная денежная выплата в размере 5000 рублей, которая осуществляла семьям, имеющих детей до 3 лет. Эти выплаты осуществлялись в апреле, мае и июне. Далее это касается выплаты единовременной, которая устанавливала семьям, имеющих детей от 3 до 16 лет. И дополнительные единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, которая выплачивалась на всех детей. Сегодня в Черкесске открылись две ярмарки – рыбная и шубная. Камчатские рыбаки привезли полезные для здоровья дары Тихого океана, а кировские мастерицы сшили для жителей Карачао-Черкесии теплые шубы, которые сберегут здоровье. На ярмарках побывала Светлана Шаганова и Руслан Карпмазов. И вот они – дары Тихого океана. Всего хочется по чуть-чуть и сразу. И все же у кого какие предпочтения. Глаза покупателей устремляются на царицу лососевых – чавычу. Палтус тоже знаменит своими полезными свойствами. Палтус, насколько он очень жирный и вкусный, но он считается диетической рыбой. Это очень полезно для кишечника. Много рыб до 30 наименований. Новинки у нас есть – кальмары, щупальцы, кальмары фамидии, сельд и васи. Это все с Камчатки, это все в Дальний Восток. Все очень полезно и вкусно. А у кого повышенный холестерин, тут на помощь придет белорыбеца. Калорийность в ней не так уж и велика. Но в белорыбеце все необходимые витамины и микроэлементы. Впервые на ярмарке – мидии, кальмары, осьминоги. Здесь самая настоящая Тихоокеанская сельдь. Дикая рыба-голец, обитающая только в реках Камчатки. Байкальский омуль вяленый. Выстроились в шеренгу и консервы. Самые настоящие, которые продавались еще в далеком Советском Союзе. Ну и, безусловно, красная королева рыбной ярмарки – это икра. Вы знаете, такой вкусной икры я еще не ела. Кстати, в период пандемии – это то, что нужно. Наисвежайшая красная икра. Она укрепляет суставы, снижает вес. Одним словом, красная икра – эликсир красоты и долголетия. Дары Камчатки порадуют всех гурманов. А если вы не любитель рыбы, то вам тоже необходимо прийти на рыбную ярмарку. Попробовав однажды, вы непременно полюбите богатство морей и укрепите свое здоровье. Особенно сейчас, в период коронавирусной инфекции. Вкуснейшая камчатская рыба ждет жителей Карачаево-Черкесии. В городе Черкесске с западной стороны в доме предпринимателя, рядом с республиканской стоматологией. А шубы с восточной стороны тоже в доме предпринимателя. Но об этом уже расскажет Руслан Куркмазов. Это восточный вход в дом предпринимателя, где можно купить шубу сегодня даже на стипендию. Шубная ярмарка «Снежка» из Кирова открылась в Карачаево-Черкесии. Меховая фабрика «Снежка» привезла в Карачаево-Черкесию новые модели шуб. Теперь можно радоваться и вот такой вот бело-розовой шубке. Ну да, это получается шуба в светлом мехе, длина у которой идет 100-110 сантиметров. То есть на средний женский рост это получается за коленочка, то есть ближе к середине икры. И конечно же возникает вопрос, а почем нынче шубы? И на этот вопрос есть два ответа. Ноль рублей, ноль процентов. Таковы выгодные условия рассрочки. Рассрочка идет без первоначального взноса, абсолютно без переплат. Срок рассрочки до трех лет, нужен только паспорт. И все-таки пройдемся по ценникам. Но если взять ее в рассрочку, то у вас получится 3500 в месяц. А для студентов цены еще ниже. Ну вот это именно укороченный вариантик, что очень любят молодежь. Она получается 1800 в месяц. Получив шубу в рассрочку за 0% и без первоначального взноса, приятные ощущения от мехового счастья на этом не заканчиваются. И это не все. При этом мы еще подарим вам весовый жилет, либо чернобурковый жилет. Абсолютно подарок. Уже сегодня первая меховая жилетка стала подарком. Вчера вечером в эфире Радио России мы устроили праздник меха. У нас сегодня очень хорошее настроение. Почему? Потому что мы сегодня будем разыгрывать. Замечательный меховой жилет. Просто передать привет и попытаться выиграть меховую жилетку. И приветы посыпались со всей республики. И он передает привет своей любимой супруге Алине. Целый час мехового марафона. И вот сегодня мы объявляем победителя. На меховой ярмарке Снежка свой подарок получила очаровательная жительница из Козелкалы, где Радио России можно слушать на 103FM. И так сегодня меховое счастье у Фариды Семеновой. От всей души поздравляем нашего победителя. Поздравляем вас еще и с днем рождения. С удовольствием вручаем вам красивый, песовый, тепленький жилет. Давайте наденем. Теперь вы в любой мороз всегда будете в тепле. Такой же красивой, такой же юной, еще и в тепле. Поздравляем. Меховая ярмарка Снежка в Доме предпринимателей ждет очаровательных жительниц Карачаева-Черкесии каждый день по 27 сентября. Рассрочка без переплат и подарки. И осень будет согрета мехами. Руслан Куркмазов, Светлана Шаганова и Роберт Джабутанов. Ярмарочные вести в Карачаево-Черкесии. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Закрытый сезон».